РУАД Ньюз. Самые динамичные новости. Выборы президента РУАД продолжаются. На данный момент в гонке участвуют четыре человека. Алексей Подчеколдин из БН Моторс, Дмитрий Никитин из группы компании Евросип, а также Безобразов Алексей из компании Аксель и Сушинский Максим из «Авангарда». 14 марта состоялись очередные дебаты кандидатов, для того, чтобы члены РУАД могли задать все интересующие их вопросы и узнать подробнее о новых претендентах на пост президента. Однако, к сожалению, Безобразов Алексей не смог принять в них участие. Модератором этого события стал эксперт автобизнеса Сергей Наумовский. Сейчас, безусловно, непростое время. Однако это также время больших возможностей. Никогда в истории автобизнеса России сплоченность автосообщества и значимость ассоциации РУАД никогда не были такими высокими. Соответственно, и выборы президента ассоциации также не имели столь высокой значимости. Я хочу искренне поблагодарить всех кандидатов за смелость, которая требуется для выдвижения на эту позицию. Согласно регламенту, дебаты состояли из трех этапов. Каждый из участников представил свои презентации, потом Сергей Наумовский задал вопросы каждому из претендентов, и в заключительной части были ответы на вопросы зрителей прямой трансляции. Помимо основных проблем, таких как изменение закона о защите прав потребителей, введение наказания за скрутку пробега и усиление взаимодействия с органами власти, кандидаты выделили и другие не менее важные темы. К примеру, Максим Сушинский выделил возможность проработки дилерских договоров с точки зрения защиты дилерских интересов. У нас много задач стоит по урегулированию дилерских договоров. Мы сейчас, наверное, 90%, я думаю, даже больше, столкнулись с тем, что нас сейчас шваркнули представительства, и мы ничего не можем сделать по нашим договорам. Ни копейки не получим. Поэтому здесь это урегулирование можно сделать на законодательном уровне, чтобы у нас были не договора присоединений, как я их называю, а настоящие дилерские соглашения с какими-то компенсациям со стороны импортера. Поэтому вот эти вещи, с этими вещами хотелось бы работать. Дмитрий Никитин предложил обратить внимание на развитие региональных советов РУАД, так как по его личным наблюдениям, дилеры в различных городах слабо вовлечены в глобальные процессы и решения ассоциации. То, что я увидел, то, что есть в Сибири, то, что есть в Татарстане, в Закамском регионе, я думаю, что там еще активность нужно серьезно поднимать, доносить до людей необходимость и возможность работы РУАДа на региональном уровне. И это я бы, безусловно, поставил в дополнение к этой программе. Следующим выступил Алексей Подчеколдин. Он затронул тему отмены двойного НДС, подчеркнув, что это именно то, что даст возможность удержать дилерский бизнес на плаву. Я как раз разглавляю группу по работе с двойным НДС, и есть некие успехи. И уже мы сегодня впервые за много 8 лет получили письмо от Быстрова, то есть это руководитель, кстати, наконец из Петербурга, из автопрома. Человек возглавил департамент автомобильной промышленности, слава богу. Он подписал о том, что правительство поддерживает концепцию двойного, концепцию изменения двойного НДС, и я думаю, что это вот наша общая заслуга. В заключительной части дебатов выступила исполнительный директор РУАД Олеся Капранова. Она рассказала о том, как будет проходить голосование, и в какой период времени будет возможным отдать свой голос за кандидата. Голосование стартует 16 марта и закончится 30 марта. И 31 марта в режиме видеоконференции будет подведен подсчет голосов и озвучен итог. Соответственно, уже послезавтра начинается заочное голосование. Поэтому призываю каждого члена ассоциации принять активное участие. Призываем всех членов ассоциации не оставаться в стороне от выборного процесса и проголосовать за одного из кандидатов. Друзья, голосуй сейчас, вы голосуйте за будущее авторитейла. Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» и Академия РУАД большое внимание уделяют обучению молодых специалистов, подготовке кадрового резерва и повышению квалификации профессионалов. Одним из новых проектов для развития этого вида деятельности стала школа автомехаников, где уже действующим сотрудникам дилерских центров дается возможность улучшить свои навыки. Образовательная программа рассчитана на углубленные знания предмета, а это значит, будет обучение ремонту двигателя, коробки передач, программирование электронных блоков и многое другое. В связи с запуском столь важного проекта, 13 марта была проведена презентация для членов РУАД, чтобы рассказать о том, когда и как будет проходить обучение. Первый модуль мы стартуем в марте, второй модуль трансмиссии – апрель, третий модуль – электрика – это июнь. Потом мы сделаем небольшой перерыв – июль-август, и с сентября снова, возможно, уже в такой реформированной программе мы продолжим развивать нашу школу автомехаников. Более подробно узнать об образовательной программе школы автомехаников можно на сайте Академии РУАД. Мы призываем всех членов ассоциации принять участие в проекте для развития и формирования наиболее востребованной программы обучения на основании ваших отзывов и предложений. На календаре – март, а значит, нужно подвести итоги прошлого месяца. По данным АЕБ, февраль 2023 года ознаменовался падением уровня продаж на 62,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего на российском рынке был продан 41 851 автомобиль. По данным индекса РУАД, динамика контрактования в феврале показала 11%, с учётом данных о расторжении контрактов. По словам вице-президента РУАД Андрея Петренко, стоит отметить, что в феврале 2022 года рост был 14%, а в 2020 и 2019 – 17 и 12% соответственно. То есть сейчас февраль демонстрирует сезонный тренд, характерный для предыдущих лет. Согласно данным агентства Автостад, в последний зимний месяц жители Российской Федерации приобрели 394 300 поддержанных легковых автомобилей. Это на 4,6% больше, чем в феврале 2022 года. РУАД Ньюс. Самые динамичные новости.